Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Трианда Фелиди продолжает набрасываться с кулаками на тех ребят, которые критикуют её как мать. В недавнем эфире высказался Антон Шоки. Он сказал, что Лизе лучше заняться воспитанием ребёнка, чем сидеть на Доме-2. По мнению Антона, такие дети и попадают потом в детские дома или в места не столь отдалённые. Лизу задели эти обвинения, в Антона полетели ругательства, оскорбления, также тарелка с едой. Затем она бросилась с кулаками на обидчика. Андрей Черкасов признался недавно, что Кристина Ослина одна из самых достойных и красивых девушек на проекте. О своей влюблённости Черкасов пока молчит, но попросил своих поклонников голосовать против Кристины, чтобы он смог собрать её с проекта. Новенькие участники всегда очень тяжело переживают критику, шквал которой обрушивается на них буквально с первых дней пребывания на проекте. «Перестаньте писать гадости», – пишет Ямайкина. «Откуда у вас столько ненависти? Я ранимый и искренний человек. Давайте же будем соблюдать интеллигентность». Саше Черно тоже надоело читать гадости о себе от своих подписчиков. Она пишет «Заходя на страницы людей, которые пишут мне все эти гадости, мне тоже хочется многое сказать о ваших недостатках. Но я молчу, потому что меня так воспитали. Вот и вы задумайтесь. Теперь за оскорбление будет бан». Недавно ведущие заселили Настю Зубову и Стаса Дегтяренко. Настя ревнует Станислава, она замечает его симпатию по отношению к Лизе Триантофелите. Зрители Дома-2 сплетничают в сети о настоящих причинах срочного отъезда Лизы Полыгаловой в Новокузнецк. Особенно странным ее отъезд в Россию выглядит на фоне появления на острове Марины Африкантовой, ведь можно было развить очень интересный сюжет – любовный треугольник. По мнению поклонников, девушка находится в интересном положении и нуждается в срочной медицинской консультации и постановке на учет в России, в частности, по месту прописки в Новокузнецке. В пользу этого предположения говорит и то, что Барзиков обещал отправиться в ЗАГС уже в августе этого года, хотя недавно он даже слышать о свадьбе не хотел. Марина Африкантова не хотела лететь на остров любви, но теперь девушка счастлива, что попала сюда. У них постоянные тусовки, ребята не спят до 4 утра, веселятся, танцуют. Африкантова идеально влилась в коллектив. Продолжается голосование зрителей в приложении ТНТ Клаб. И в списке на вылет лидирует Ольга Рапунцель. Также большие шансы вылететь у Майи Донцовой и Маши Кахно. После неудачной сценки Дима Лукина сняли с должности наставника в актерской школе. На вечеринке Муз-ТВ к Бузовой было приковано всеобщее внимание. Она появилась в сапогах за 200 тысяч. У одних зрителей она вызвала восхищение, а другие назвали ее котом в сапогах. В итоге Бузова, как самая талантливая исполнительница, оказалась среди претендентов на победу в категории «Прорыв года». Элина Камерен тоже побывала на мероприятии в честь номинантов премии Муз-ТВ. В своем микроблоге она написала, что новые коммерческие исполнители оказались с большой звездой во лбу. Подписчики Элины поняли, что она завидует успеху Бузовой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.